Добрый вечер! 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 Электронный запись на прием до урача появится во всех поликлиниках областного центра до конца бягучего года. На ГТМЭТ из бюджета выдают каванакаля 220 миллионов белорусских рублев. Средки будут накированы на набитие компьютерной техники и программного забеспечения. На сайтах у всех поликлиник Гомеля будет установлена программа регистратура, где будут находиться электронные карты пациентов. Зараз подобная послуга иснует только у филиалия Гомельской центральной городской детячей поликлиники. Запись на прием до специалистов ведется празинтернет. Практика показывает эффективность такого подхода у работе с насельницем. Подобная форма работы дозволяя зэкономить вольный час людей и поменьшить нагрузку на регистратора. После укорнения электронного записи информатизация медустанов протягнется далее. У приватности зараз обмерковывается питание дистанционных консультаций альбо так званой телемедицины. Ближайшие планы и дальнейшие перспективы развития Гомельской областной филармонии обмерковывались сегодня подчас чергового выпуска радиопрограммы «Горячая линия Аблывы Конкама». Гостем областного радио стала директор Гомельской областной филармонии Ирина Пыркова. И она так сама поведомила радио слухачам об новом концертном сезоне. У першиню у областным центры выступит мульти-инструменталист сусветного узроуню Юрия Мядзяни. Гомель станет першим городом нашей краины, який наведает гэты молоды-талиновиты музыкант. Гомельская филармония так сама у першиню будет примать концерт знакомитого спевака Витаса. Так сама для гомельчан подрыхтованы выступления Брандского губернаторского симфоничного оркестра и что годовое выступление нашего знакомитого президентского оркестра. У будущим плануется и встреча с одним из самых знакомитых гумористов российской эстрады Яугеном Петросяном. У нас концертный сезон открывается 20 сентября. Этот концертный сезон у нас будет насыщен именно теми коллективами и исполнителями, которые никогда не работали в нашем городе. Сегодня у картинной галереи Гауреи Лавашченке отбылось урочистые открытие выставы, товарыство операционных мастацких выстав 21-е стагодзе Санкт-Петербурга. Экспозиция прибыла в наш город з Украины после годового турне. Это уже другий суместный выставочный проект с Санкт-Петербургским мастацким объединением. О дрожении развития лепших традиций русского мастацтва вось галона на керованность талиновитых российских авторов. Нередко товарыство операционных выстав запрашает для супрасовненства мастаков из других стран. В приватности на этой выставе представлены две работы гомельского мастака Александра Галевича. Усяго тут экспонуется больше за 40 работ 36 талиновитых авторов из всех кутков России. Живопис, скульптура и графика, представленные на выставе, протягивают традиции русского реалистичного мастацтва между 19-20 годами. У нас 36 авторов, работ более 40. Это живопись, это скульптура, это графика. Вещи очень интересные, потому что не так часто мы встречаемся с работами, которые продолжают традиции русского реалистического искусства рубежа 19-20 столетий. В общем-то, мы почти отвыкли от этой живописи, и поэтому все, кто придет на эту выставку, с удовольствием вспомнят имена и авторов, которые жили 100 лет назад, и Малявина, и Левитана. Но все это на качественно новом витке художественной культуры. Это все новое, это 21 век, но мы вспоминаем хорошую школу русской реалистической живописи. Самые оперативные новины, информацию об проектах телерадиокомпании Гомель, рекламные пропановы, контакты и персоналии. Это и не только вы сможете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом наш вечерний выпуск завершенный. Усяго вам самого доброго и до новых встреч у эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова